Мы молились за бабушку, сразу сказали, проверьте, она стала наклоняться, спина перестала болеть, палец в ноге перестал болеть, в том числе молились за ноги. Я, честно говоря, даже не понял, как это произошло, я не успел даже моргнуть или отвернуться, смотрю ноги ровные, говорю, проверьте, она проверила и стала, я даже так не могу, она стала наклоняться, и она прям ладонью на пол ладонь положила, бабушек, ну, в общем, все хорошо у нее стало. Вот, это вот во второй день, по-моему, молились. Потом мы подошли к одной женщине с детьми, да, и, ну, сначала спрашиваешь, люди не сразу говорят, за что молиться, вот именно с верующим, в чем он так работает, вот. Вот, но она сказала, что есть что-то, что она спрашивала у Бога, но не получила ответ. Ну, и мы предложили, нас как бы не останавливает, если не за исцелением молимся, то пророчествуем, мы предложили попророчествовать, ну, то есть Бог-то знает, о чем она просила. Вот, и как раз пока мы ей пророчествовали, она, ну, там, начала даже плакать и сказала, что вот, ну, начала рассказывать некоторую историю, в общем, Бог дал ей ответ на вопрос, что делать, там, как поступить, в общем, вот так, Иисус Царь. Дальше, да, подошли там же к мужчине, тоже человек, мы сразу ему за исцеление предложили помолиться, он почему-то отказался, говорит, типа, все нормально, ну, не сказал он еще насчет исцеления, но потом мы опять ему, ну, мы начали пророчествовать, и пока мы пророчествовали, мы дошли до исцеления, то есть оказалось, ему все-таки надо за исцеление помолиться, но вот какая-то ситуация была, что он, короче, если общался в течение дня с, ну, людьми больше, там, 20 человек, то его начало, ну, как сказать, можно клинить, или что, ну, короче, перегрузка у него начиналась, вот, и врачи не могут объяснить, знаете, вот эта вот фраза, что врачи ничего не могут сделать, или ничего не могут объяснить, что происходит, помолились за него, он прям, ну, обрадовался, говорит, вы прям подошли, и вот ровно то, что нужно, мне сказали, вот, и еще, а, ну, да, за это помолились, и все, да, он обрадовался, это вот то, что Джан Куэль было, да, но еще хочу посвидетельствовать, что продолжаю молиться, мне так нравится эта фраза, чтобы меньше работать, больше зарабатывать, сейчас еще больше, там, мой чек растет на счет математики, вот, и сейчас поставил еще больше ценник, и приходят люди, свидетельствую вам чудесная вещь, потому что есть много вещей, вот, ну, одно из свидетельств, кстати, сегодня вот начали детское служение, потому что, на самом деле, большой, самая сложная часть, как я понял, это люди, которые захотят вовлекаться, да, в служение, действовать, и вот начали детское служение, на самом деле, на него много времени надо, можно натворить что-то делать, а можно, ну, как-то продумывать какие-то вещи и так далее, и времени много уходит, поэтому, когда ты понимаешь, что Бог твои финансы улучшает, да, там, ты можешь меньше работать, да, больше зарабатывать, запомните эту фразу, я вот думаю, что некоторым людям что-то мне подсказывает, нужно такое провозглашение, а это помогает, позволяет просто свою жизнь тратить именно не на работы, а на то, чтобы служить людям. Вот так что, давайте прославим. Аплодисменты. Аплодисменты. Не знаю, надо, да? Этот самый молились там за... там много молились, в общем. Короче, по исцелениям. Женщина такая уже пожилая, пришла с палочкой, ее там привели, то есть, ну, она вообще очень плохо шла. Короче, за нее помолились, но она поставила эту палочку и ходила уже без нее, потом по ступенькам догоняли, она по ступенькам спускается, эту палочку так держит, и дальше без палочки пошла, но не отпускает. Я говорю, да выкиньте вы этот дрым. Она говорит, не-не-не, я к нему привыкла, и в руках его потащила, короче. Наш человек. Вот, потом женщина как раз до служения, там, за 15 минут шла на служение и подвернула ногу, молились до нее, потом Леша говорит, она отошла, уже танцевала. То есть, боль вся ушла, и ногой двигала хорошо, легко. Вот, потом мужчина один подошел, он не слышал, на левое ухо вообще, и на правое чуть-чуть. Вот, молились за него, короче, он полностью стал слышать хорошо на оба уха, то есть, Иисус Царь. Аминь. Записывай уши, записывай. Ну, что вспомнишь, расскажешь. Да, кстати, вот за вот эту бабушку, за которую он говорил, это надо было просто видеть, потому что, когда ее привели в последний день, она, мало того, что она шла с палочкой еле-еле, так еще и под другую руку ее дочка вела, она еле-еле передвигалась вообще, а назад уже шла сама и без палочки, так что Иисус Царь. Так, кто еще посадится? Давайте. Смелый народ. Давайте. Ну, я не про исцеление, а это больше моей работы касается. Я работаю уличным музыкантом, играю на баяне и пою. И вчера приезжаю туда, у нас там, в райцентре Павловской, приезжаю и вижу пустая парковка. Там гипермаркет, потому что семейный гипермаркет. И пустая парковка, думаю, а что же я сегодня заработал, что я зря, что ли, приехал. И тут вот Располь научаюсь Верой ходить. Верой. Я скажу, я вот такие болезни к кому-то не были. Сел и граю. Никого, никого, ничего. Подошла девушка, мне две конфетки там дала. Маленькая девушка. И все. А денег-то нету. А денег-то нет. Машин-то на нас чем-то заправлять. Хотя бы, да? И дальше наша молиться, наше проволошение. Господи, это твоя территория. Это территория Санта-Небесного. Если тут я сижу, значит, тут территория Божья. А если Бог, значит, и я. И начал, ну, за первый час там маленько заработал. Пошел передать пол, на второй час сижу. Я уже начал, запрещаю духу жадности на этой месте. Запрещаю духу равнодушия. Вот все. Я запрещал. Бывает иной день проходят какие-то, и они радостные. Лица у них светятся, они там дают щедро. А иной день, вспомнишь, так, длится как-то отворачивает. И как-то... Ну, и мне Бог открыл, что бывает дух такого равнодушия. Когда человек, ну, все, как говорится, пофигу, да? Ему ничего не надо, никакая не музыка. А бывают просто жадные люди. Я молюсь сейчас, вот таким духом запрещают в ум. Вот таким, обычно. И все, и поправляется. Вот я вчера, уже двух тысяч заработал в конце, слава Богу. И в конце уже. Что-то такой дискомфорт пошел у меня. Ну, если это за полчаса до того, как я закончил играть. А он, знаете, стоял по парней какие-то, в шесть, наверное. Думаю, что ж такое, мне прям хочется сбежать отсюда. И я запрещающее кому духу, который на меня пытается добить. Пока я не захочу, пока я не захочу отсюда уезжать, я отсюда не уеду. Я буду столько, сколько я спустил этот. И эти ребята раз и смылись, которые за мной, через пару минут за мной были. Все на машину уехали. И слава Богу, вот в этом... Ну, за искрение не мог поговорить, пока что, да. А вот, а мои брения и победили, ну, а сколько я все отдал, финансово. В понедельник планировали увидеться с одной девушкой, но она не смогла встретиться со мной там, где мы собирались, потому что плохо себя чувствовала. И позвонила, сказала, что она уже в течение нескольких недель у нее какие-то приступы кашля, и при этом давление повышается, и пульс, и потом болит голова целый день после этого. Ну, она не успокаивала, и я дала, и все, давай мы встретимся, и все обсудим, как мы хотели. Я к ней приехала, и она стала сразу кашлять. Я прям вот увидела, как это все у нее происходит, этот приступ. И мы помолились с ней вместе, Бог ее исцелил. Сразу все, до сих пор ничего нет. Абсолютно. 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 Так, еще. На работе молился за парня армянина. Я обратил внимание, что он как бы держится за поясницу. Я говорю, а что у тебя с поясницей, что со с парнями? Ну, в общем, целый набор протрузий нас. А я говорю, давай я помолюсь. Разложил руки, выслабил жизнь. Все, он присел, посидел, потом говорит, ну, что-то тут легче стало. И на следующий день он засвидетельствовал, что полностью уходу шло. И я его спрашиваю, как спина. Хорошо он видела, на армянинах, хорошо он видела. Все, он все. И со сзади. Еще одно свидетельство было в городе. Вратил внимание на одну женщину, которая сидела с табличкой. Ей написано, помогите на операцию. Я встал, подошел к ней и заговорил, как я начал общаться с ней. Что у вас, какие проблемы. Она начала мне, бывали там свои диагнозы. Оказывается, она была профессиональной балериной. И она говорит, это вот результат моей, того, чем я занималась раньше. Орфенов, через проблемы с позвоночником, какие-то цели начали обозраться. Ну, в общем, какие-то диагнозы. Я стараюсь их не слушать никогда. Вот. И я говорю, а можно, давайте я с ней вспомогусь. Она, вот она сидит, и она не открывает глаза. И что, обратил внимание, она как будто спит. Не поднимает пол, у нее вот так вот скрюченное. И со мной разговаривает, при этом не открывая глаз, я не поднимаю голову. Я говорю, можно я возложу руки? Она, нет, 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 только руки на меня не возложаете, ничего. Я сначала вот так вот, потом он сюда ее укидывал, и начал молиться. Спасибо на эту жизнь. И я смотрю на нее, она начинает поднимать голову, вот так вот выпрямляется, но глаза не открывает. И дальше со мной общается, и опять свою проблему, потому что там ей нужен вот разбук, там какое-то лечение. Я говорю, Наталья, вы звали? Я говорю, Наталья, слушайте, вы вернуете в Господа? Да, да, конечно, я говорю, в Господа, но у меня вот то-то, 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 и опять. И я уже возлагаю руки на плечо, и она уже не сопротивляется, нет, повторно. Она освобождает жизнь. Спасибо, спасибо. И на следующее время я как бы проходил, она уже написала, если это не окажет Иисусу. Аминь. Аминь. Еще? Есть еще? Все, ну, ну, как бы. Молительная нужна была, писали в группу, спасибо всем, кто молился, тете моей Нилы. Воспалилась там желчная, что-то было очень плохо, прям приступы, боль, рвота, тошнота. И на протяжении всего времени я с ней общалась, как бы, и скажешь, как ты себя чувствуешь. Она сначала говорит, ой, мне прям легче стало после молитвы, потом совсем дала плохо. Но мы все продолжались молиться, и продолжали. И вот написала она, что, ну, мы общались с ней, и она пишет, что про себя добавлю, как будто ничего и не было. Обычно подобные приступы заканчиваются у меня плачевно. И нужно было время на восстановление. В этот раз сутки, точнее, полдня и ночь. На другой день просто была сила слабость, но я точно знала, что все уже закончено. К вечеру, в авторник, я была полностью здорова. Иисус Стоит. Аминь. Аминь. Значит, спасибо, что я сюда сидел, это кто молился. Аминь, аминь, слава Богу. Так, еще? Есть? Ага, Иисус Стоит. Хорошо. Да, и тогда коротко тоже еще скажу, что да, то есть очень хорошая у нас была поездка в Джанкой. Честно говоря, тяжеловатенькая в платье самой поездки. Давненько такого не было, что прям, ну, дорога тяжко далась. Мне, возможно, еще потому что у Алексея перестал регулироваться сидение. Вот, и сидел я в определенной позе. А обратно мне вообще молиться пришло, чем я сидел. Потому что как ты не сядешь, спина болеть начинает, да. Не потому что что-то со спиной, а потому что, как бы, ну да, в такой позе сидеть не очень удобно. Ну, и при тугу нормально доехали, прям вообще Иисус Стоит. И мне нравится, что, знаете, это такая интересная была поездка в плане того, что само устройство очень необычное. То есть обычно, когда люди приглашают куда-то, им надо ждать меня, ну, долго меня ждать надо. Потому что очень плотное расписание. И как-то так вышло, я как-то так раскидывал расписание, что у меня июля и август пустые остались вообще. То есть я прям так раскидывал, думаю, ну, и нормально. Эрми, пастор, у меня написала, говорит, слушайте, вот мы хотим там и так далее. Я говорю, слушайте, ну, есть два варианта. Я говорю, есть вот через несколько недель в августе или есть конец декабря. А сам думаю, а зачем я за конец декабря сказал? Там уже в начале годовая конференция, после нее куда-то ехать, что-то мне очень хочется. Да, короче, подумала-подумала, говорит, давайте типа сразу. А потом еще пастор Симферополя приезжал, который меня год ждал. Он говорит, как у тебя получилось его пригласить через две недели? Но это было интересно, потому что, ну, помимо там ряда исцелений, которые было, да, то есть Алексей там за одну женщину сказал, все мы за нее молились. То есть она прям, ну, тяжело передвигалась, да, из-за того, что там повредила себе ногу. И она прям видно было, что она каждый раз, когда наступала, она прям прихрабывала. И там ей легче, легче, легче становилось уже в конце, когда мы за нее молились. А потом в конце уже по молитве, ну, получается, конечная молитва, да. Я обратил внимание, пока там еще ребята другие молились. До меня очередь не дошла, чтобы люди ко мне подошли. Я за ней просто наблюдаю, она как-то такая, раз, укрепает. Такая ногу, типа, все, что ли? И идет такая, такая, оп, 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 и там другие такие смотрят, типа, что, что исцелилось? Она такая, да, я исцелилась, такая, раз, давай танцевать там. В общем, прикольно было. Еще женщина-массажистка подошла, говорит, у нее там хроническая проблема, что, ну, из-за того, что она постоянно там делает массаж, у нее, типа, что, хандрос или как это, короче, пальцем. То есть все суставы на пальцах прям, все очень сильно болят. Вот. Подходит ко мне, говорит, вот, надо помолиться, пожалуйста. А мы же, как-то с тебя необычно шкаф привыкли, да, когда помолиться? Помолились, аминь, все, человек побежал, да. То есть она ко мне подходит, я беру за акту, помолился, и она, я говорю, стоп, я говорю, какие изменения? Она такая, ну, говорит, вот тут уже вообще нету, вот тут еще есть, я говорю, отлично, давайте еще раз. Еще раз помолился, она такая, о, девчонка, она так заломалась, она прям вот так вот, типа, реально ничего нету. Ну, она-то думала, что однажды когда-то произойдет это сцеление, а тут раз, и все. И в конце тоже бабулечка ко мне подходит, говорит, слушай, у меня вот у дочки, этот самый, типа, голова так сильно болит, да, или, говорит, так, тут подходит, помолимся за нее. Подходит девушка, я говорю, как, что у вас там, она, говорит, так сильно голова болит, говорит, что просто, говорит, что-то нету дошноты, вообще просто ужасное состояние. Я говорю, да, ну, беру за руку ее, так же провозглашая жизнь, я говорю, как сейчас? О, посветлело. Я говорю, посветлело, это, конечно, прекрасно, но, это мне, я бы всегда удивляюсь, когда люди, типа, когда боль посветлела, вот как-то, фраза прикольная, очень хорошо звучит, но тем не менее. Это как, мы тут, когда вывеску вот эту вот устанавливали, я, думаю, потом узнал, что это, ребята, христиане владеют этой компанией, а компания называется Свет, очень классное название для христианской компании. А вот, и, короче, я за нее поболелся где-то раза три, и после третьего раза, она такая, ничего не болит. Я говорю, хоть что-то, хоть какие-то симптомы, вообще ничего нету, прям раз такая, то есть, она была, она реально, то есть, по ее лицу была, она была в шоке, что вот так вот раз, и нету ничего. Вот, хотя вот до этого она стоит прям, говорит, мне прям плохо, ужас, как, невозможно, а таблеток не было. Зачем тебе таблетка, это когда Иисус есть? Слава Богу. Вот, поэтому такое. Ну, и, наверное, самое такое, как бы, для меня свидетельство, которое я, первое, там еще был ряд свидетельств, мы просто, как бы, сейчас не будем за каждого человека говорить, вот, но самое такое, которое я для себя отметил, это общение с пастором. Там, там, женщина-пастор, и у нее, там, разные, скажем так, жизненные перипетии, да, там, и недавно там разделение в церкви было, там, ну, эти знаменитые якоришинцы вот эти вот, которые, там, они все боги и вообще все остальные, да, потрясающе, насколько этот ярко распространяется, да, вот. Вот, и я смотрю, что по ней это очень сильно узабило, прям, то есть она прям эмоционально так, и самое, даже не то, что это ситуация, а мы когда с ней разговаривали, я просто не раз уже видел таких людей, она, она уверована в 93-м году, то есть она еще застала вот эти все, там, пробуждения 90-х, там, вот этих всех вещей, вот, и она много чего видела, и у нас, мы каждый день с ней общались достаточно много, на то, что у нас там вечерами для восклужения, и у нее всегда был, знаете, такой, как бы вопрос, она засыпала просто у нас вопрос, ее просто, ну, не умолкали бы вообще, и не потому, что она что-то не понимает, или потому, что она Библию не читала, а у нее, знаете, такая проблема, почему-то не работает. Я верила в определенные вещи, там, несколько десятилетий, говорит, ну, вроде, говорит, по началу, говорит, вроде все было классно, и так далее, и она уже под конец конференциям, когда в последнюю неделю сидели, общались, она там в какой-то чуть не разглядалась, она говорит, я, говорит, ну, она, говорит, ничего не работает, говорит, потому что, когда мы начинали, у нас, говорит, голова была свободная, у нас, говорит, было только Божье Слово и доверие от Духа Святого, у нас ничего больше вообще, ну, вот, как маленькие детки, нам сказали, можно разблагать руки, мы пошли, разблагали руки, и все работало, говорит, а сейчас мы, говорит, такие все умные стали, говорит, у нас такая, там, богословская вообще вот такая вот, голова и так далее. И было видно, как она прям получила, она, во-первых, получила ответы, которые ей нужно было, да, то есть она увидела результаты, прям там увидела, да, то есть перестала смотреть их на ютубе, оказывается, это может происходить где угодно, как Джанкой, как Джанкой, где угодно, и это было классно увидеть, ну, ее глаза за эти 4 дня очень сильно поменялись, вот очень. Она вроде всегда такая, жизнь радостная, веселая, но, знаете, вот это не то, что какой-то там пророческий дух, там пронизывающий, это просто видно иногда, когда он улыбается, а глаза не улыбается, знаете, когда улыбаются, но только не глазами, а в глазах грусть, в глазах непонимание, какое-то разочарование, и классно, что она ободрилась, она еще в конце конференции говорит, пастор, можно я буду вам звонить? Я говорю, да хоть каждый день, пожалуйста, звоните, насколько я смогу быть доступен, пожалуйста, звоните всегда, я всегда это, для всех говорю, это не отдельное привилегие для пасторей, это для любого человека. Я готов тратить время для тех людей, которые хотят обучаться, столько, сколько надо, не поболтать просто ни о чем, потому что вот это сразу, ну, до свидания. А когда человеку нужна помощь, человеку нужны какие-то у меня вопросы, что по поводу этого, что по поводу этого, столько, сколько надо будем тратить на это время, мы для этого и существуем. Поэтому, Иисус Царь. Хорошо.